В халатах были сборные дзюдовы. Так, мы начинаем наши очередные посиделки, банные посиделки и размышления о боевых искусствах и разном. И тема. Живы трепешечные. Да. Ну вот мы с Олегом ехали, я хотел ее, кстати, вот Олег сказал, не совсем согласился со мной. Ну, в общем, она такая. А, я забыл представиться. С вами сегодня Роман, Влад, Алексей, уже знакомы для наших видеозрителей. Не подписчики. Подписчики это в другом месте. У нас видеозрители. Хорошо, хорошо. И Олег. Я согласен. Новый гость нашего клуба. Гелла Хеглот. Гелла Хеглот. Известная личность в области педагогики и строительства. Нравственности. А также любитель группы КЮ. Да. В области нравственной педагогики и нравственного строительства. Иван покинул нас. Да, Ивана нету сегодня, Рустема нету сегодня. Кого еще нет с нами сегодня? Несколько хорош. Все с нами. Ты что? Очень не с нами сегодня. Сегодня. Ладно. Сегодня не с нами. Покинул нас. Да. Тема дня. Значит, обсуждаем следующее. Но я хочу так, чтобы мы это немножечко, может быть, можно было в разрезе нашего... Все мы изучали боевые искусства в той или иной степени. Кто-то углубленно дальше продолжает преподавать. Ну, где-то вот соединяли, может быть, с этим опытом нашим в боевых искусствах. Вот Олег может соединиться с опытом строительства. Значит... Построй нам зал. Да. Как это? Мы строили, строили, и наконец-то построили, чебурашка. И оказалось, это никому не нужно. Значит, вот как раз по этой теме тоже. Все нужное легко, все ненужное трудно или сложно. Да, Рома, я просто опаздывал. Я подумал, что если Роме ничего не сказать, он будет меня дальше отчитывать. Я говорю, сажусь и говорю, Рома, а есть другая пословица наша. Она я точно не помню, но она там какая-то такая, про церковную, которая говорит, все, если дело сделается легко, то это, как бы, хорошее дело всегда с трудностями есть. Нет. Как будто бы там кто-то черти тормозят. Ладно, давайте еще раз, еще раз, еще раз углубляйся. Все нужное легко... Нет, то, что Рома и понимаем. Я просто хотел заткнуть, чтобы он вез меня, не говорил, что я опоздал на полчаса. Все нужное легко, все ненужное трудно. Кто хочет высказать? Давай, Рома. Я сказал, я сказал только для тех целей. Про то, что Рома говорит, конечно, это понятно в каком-то виде, но бывает и наоборот, что нужное бывает и через сложности. Через тернии к звездам. Да. Но давайте я тогда. Да. Раз вы тут зависли чуть-чуть, распаялись. Эксперт 8905. Эксперт. Но не легко, тяжело, а если делать все с любовью, тогда и будет с любовью. Мне это очень понравилось. Если ты будешь делать с надрывом, это будет с надрывом. Будешь делать со злостью, будет делать со злостью. Я говорю про нужность и ненужность. Вот вещь, которая тебе нужна, ты в любом случае, она будет с любовью идти. И без надрыва. Вот о чем речь. А если она тебе не нужна, то ты будешь мучиться. Ну, можно пример, вот простой, сегодняшний пример, простой. Вот, допустим, Леша сейчас находится в неких размышлениях. Нет, нет, ну ты прям не выноси. Нет, я не выношу, я просто говорю, у Лехи есть некое размышление. Период такой. Период размышлений. Он в каком-то поиске, да, Леша? И если для тебя это будет не нужно, то оно будет трудно. Вот я что хочу. Если ты видишь, что оно тяжело дается, значит это тебе не нужно. А если ты легко далось, как бы, результат бы, или понимание далось бы легко, может быть, это... Надо бы записывать, но книжка будет, да, и перечитаем потом. Допустим, в разделе этих боевых искусств, да, вот какая-либо, вот прием, да, он нарабатывается трудно. Но потом ты сказал, что мог прием совершить очень легко. Это когда я говорил? Когда бросил молодого ученика и испугался за его здоровье. Ты бросил его, не задумывался. Когда он в подсечке от меня упал. Да, это отдельная история, будет отдельная передача. Это легко было, Лех? Я вообще забыл это. Нет, он был настолько уверен, что... Ну, потому что, да, потому что... Я рисовал до 60 лет, в общем, там, около 80 лет. Слушай, я говорю, я тебя брошу. Он говорит, нет. Я говорю, пошли. Я вообще не помню, но я согласен, я заброшу, ну, может быть, да. Так, давай, и ты что так говоришь? Да, уже не важно. Ты так думаешь, подожди, а ты так думаешь все-таки, Влад, что... Вот я хочу тоже у Алексея спросить. Наработка техники, она, если она нужна, разве она сложно будет для того, кто ее нарабатывает? Конечно, сложно. Вот ты, подай, ты отрабатывал, допустим, прием, подхват. Ты делал подхват. Вот она. Сама наработка. Для тебя это было трудно? Трудно. Тяжело? Нет. Я не говорю энергетические затраты. Я говорю, вообще... Под словом нужно, вот если честно, Рома под словом... Извините, перебиваю. Под словом нужно делать не одно, как слово любовь, кстати, бывает, любовь к Богу, любовь к ближнему, то есть... А теперь слайды. Да. А тут, получается, нужно Рома подразумевать и это, и это, и вот это, и еще. Да. А в общем нужно. Я вот, например, ребят, вот честно говоря, сейчас был в шоке, я что-то аудиокниги подсел. И помните, называлась такая советская книга, вернее, фильм «Вечный зов». Да. Я послушал книгу. Офигенно. Это такой Лев Толстой. Иванов. Слушайте. Да, Анатолий Иванов. Мне понравилось, потому что по-советски для чего-то обосновать нужность социализма или что-то, вот это расписывается все внутренние диалоги. Ром, с позиции крестьянина нужно, когда идет дождь, убрать рожь, да утомишься. Жизнь крайне тяжелая. Вот эта нужда не к твоей пословице, понимаете, да? А, хорошо. Вот это же крайне нужно им было. Настолько нужно, что как бы люди приходят, свалились. Подожди, я говорю, смотри. Это нужда. Это реально нужда. Это нужда, да. Да, но ты не это употребляешь. Но ты сейчас употребляешь, трудно имеешь в виду с точки зрения физических затрат. Нет. Но это не сложно для них. Как не сложно? Не сложно? Тут что, люди умирали просто. Ты что, то есть, такой труд, что зима, они везут скирды, перевозят корову там или кого-то, просто замерзают. Сибирь. То есть, оглобля, то есть, а, промок еще, пришел, блядь, уязвимаясь, два месяца пролежал на печи, ничего не работало, семья голодает. То есть, там сложности физические прям реальные. Контекст, контекст, правильно? Да. Нет, слово нужда нужно, оно очень разное. Ты воспринимаешь эту нужду, когда человек вот свободен, ходит, у него есть, может быть, даже какой-то достаток или что-то еще. Да. Может быть, и дзен, да. Может быть, и дзен. Дзен. В кармане дзен, да. Дзен, 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 дзен. Я просто понял. Не надо меня ассоциировать с тем, что я какой-то... Рома, ты не проточил дорожку четко, не обозначил. Потому что на все на это... Я не задал вопрос. Ром? Да. Хорошо, никогда так. Значит, есть такое некое утверждение, которое я немножко перефразировал. Но оно, в общем, так. Все, что человеку необходимо, дается ему легко. Все, что человеку... Причем человеку нет необходимости, всегда будет располагать некими сложностями. Я прям... Давай, вот я еще раз повторил. А я тебе скажу. Я тебе на это скажу. Я всем скажу, и тебе на это скажу. И вам скажу. И вам скажу. Роман хочет услышать вот чего. Мы всегда принимаем какие-то решения. Ну, мы. Кто мы там? Кто я? Да? Надо определиться. Ром, да, место отнечил. И в контексте... Давай, говорим. Э, никто не слушает. Давай, говорим и слушаем. Ты чего? Давай. Ну, Влад, не обижайся. Точно, не обижайся. Нам еще две недели с тобой ехать. Я в детстве, да, был очень обидчивый. Ну, и сейчас такой. Ну, сейчас техника, я все записываю. Да, я должен все контролировать. Я должен все контролировать. Я тебе скажу. Вот, ты хочешь узнать, как принимать решение. Что слово легко, допустим, решение. Вот, тело обладает своим... Вот мы занимаемся, да, и понимаем, что тело хочет выжить. Мозги могут по одному. То есть это, ну как, мы не разделены. Там я и тело. Но я это не тело. Я. Ну, как бы сознание. Но тело, у него свои потребности. Своё выживание. И тогда в медноводствах можно это использовать. Если нужно принять какое-то решение, ты его принимаешь и погружаешься в себя. Ну, вот, в тело погружаешься. И если оно сжимается, то, как бы, решение, тело туда не хочет идти. Оно чувствует опасность. Но у него, как бы, мозг рептильный, он для выживания создан. Потом кора. Ну, если вы на том, у нас три мозга. И вопрос, каким мозгом ты думаешь, скажем так. Просто выживание тоже не всегда целесообразно. Потому что есть там самопожертвование. Рома хочет, наверное, подобрать другое слово. Тогда, может быть, слово то, что правильно. А не эту правильную. Нет, просто вопрос какое-то слово подобрать, какая-то пословица. Ты про это? Я не знаю. Всё, что правильно, имеется в виду. Ну, правильно тоже. С какой-то. У меня сейчас какая мысль возникла. Вот мы говорили, Лёша говорил, что вот по поводу, там, допустим, той подсечки, которую ты сделал, Лёше, да, Олегу. Вот смотри, эта подсечка для тебя же далась абсолютно легко. Ну, я, да, я от него попал. Подожди, подожди, подожди. Нет, это было сложно ему. Я хочу сейчас другого. Я сопротивлялся. Ну, смотри, в твоих чувствах сегодняшних, да, и понимали, что ты сделал её так легко, что, ну, то есть, она была настолько лёгкой и непринуждённой. Ну, он подготовился. Сейчас, подожди, да. Хорошо, да. И в итоге, значит, в тот момент, вот как опять вот это наше хорошее время-место обстоятельства. Время-место обстоятельства. В тот момент она была необходима тебе. То есть, вот эта техника-подсечка была необходима, поэтому её выполнение для тебя не составило никаких трудов. Понимаешь? Оно было легко для тебя, и оно было нужной. Теперь вопрос. Как ты к этому пришёл, да? Для того, чтобы выполнить эту подсечку через определённые усилия, которые ты вкладывал. Теперь возвращаемся к другому вопросу, да? Значит, по-другому повернём. Зачем нужно было вообще делать Олегу эту подсечку? Зачем нужно было вообще выходить и с ним бороться? Зачем нужно было вообще отрабатывать тебе это всё? Для чего? Ну, тут тогда вопрос, ну, такой вообще совсем. А зачем тогда вообще мы живём? Да, хороший вопрос. Он, да, ты завернул. Мы делаем какие-то определённые вещи. Ну, то есть, ну, их не нужно делать. Мы просто живём. Вот. А давайте вот откроем любую, не знаю, любую какую-то конфессию религиозную или новиночную. Там чёрно-по-белому скажем. Просто. Да? Просто. Всё просто. Ничего не надо делать. Просто вот доверьтесь. Положитесь. И всё само собой произойдёт. Не, не соглашусь. Ну, нет, ну, может быть. Нет, конечно, трудиться. Они должны трудиться. А? Трудиться надо. Трудиться. Всё можно так, когда этот труд даётся легко. И ты даже вот знаешь, как ты говоришь, я вот строил. Ё-моё, я даже не успел. Потому что ты строил, допустим, для себя, для семьи. Это было тебе нужно. И у тебя всё легко далось. Ты построил с лёгкостью. Ну, не легко. Я до сих пор кашляю. Это Карасев натягивает на пословицу. Я не натягиваю. Я просто хочу посмотреть, наверное, как. Вы не согласны с этим? Вы говорите так. Всё, что нужно, даётся с трудом. Не, не. Мы говорим не об этом. Мы говорим, что... Ты передёргиваешь. Да. И нас, и пословицу. Я много месяцев не передёргиваю. Я серьёзен. Я серьёзен, как никогда. О чём вы сейчас смеётесь, я не знаю. Мы понимаем, о чём ты говоришь. Ты говоришь вот о том, что то дело, в которое ты вкладываешься эмоционально, приносит какие-то дивиденды, которые всё это обратно тебе возвращают. Значит, дело должно быть для тебя какой-то нужным. И нужность ты подразумеваешь какая-то, ну, не магическая, а вот как дзем, которая действительно даёт больше плюсов, чем минусов. А если эта работа не даёт плюсы, значит минусы. Телефон. Это Влад там лежит ли смыть? Нет. Ну, потом. Не-не-не-не. Это, ну... Без подсказок. Нет. Показать. Показать хотелось. Нет. Ну, потом покажешь. Ну, давайте. Надо. Если это звонок другу. Не-не-не. А вы-то кто? Да-не-не. А кто ж надоё? Вчера не договорили. Не мокер? Вот вопрос. Давай, сейчас я найду тебя. Ну, и ты мне скажешь, вот на это. Что это? Это удовольствие или... Целухие, конечно. Нет, нет. Ты только не между собой. Мы говорим всем открыто. А мы поделитесь, да? Это точно. Сейчас я тебе покажу. Просто я вдруг вспомнил. Чем лучше отборолся, тем меньше помнишь складку. То есть она переходит на подсознательник какой-то. Да, да. То есть, что раньше надо было вести вот этот дневник. Как сядешь, первый отборолся. Было тяжело, но всё помнишь, но очень тяжело. А потом херак-херак, как-то пошло. И ничего не помнишь. Записать. Так, надо сел. На какой минуте? Чего было? Ну, записал две строки, всё. Было в потоке просто. Да. Ну, вот как и не помнишь. А когда помнишь, значит, вот действительно было тяжело. Как я хотел сказать тебе. Слышишь, Ром? Вот дополнение. Про ценность мне вот лучше. Ну, нужно на что-то апелляться. Вот, Влад, хочу показать, правда. Ну, честно. Нашел? Ну. Про ценность? Да, да. Хорошо. Сейчас, пусть пока грузится, да. У нас Валдай-2? Нет. Тут купол глушилки. Про ценность, допустим. Ну, вот. Ты духовная, да, материальная. Духовная пощупать нельзя, но все как бы вот как сны. Все видят сны, да? Ну, и мы верим условно, потому что я твой не видел, вы мой не видели сон, правильно? Но мы соглашаемся, что это есть, скажем так. Поэтому вот духовное, оно материально понятно. Кресло можно там, вот печку там можно. Вот пар есть, да, все. Мы ощущаем. Понимаешь? А ты говоришь, должно. И что такое легко и тяжело? Для кого-то вот сделать звонок, и у него вопрос решился. А для кого-то это препятствие вообще просто непреодолимое. А, значит, не нужно это. Как только ты чувствуешь какие-то трудности, не надо это даже вообще делать. Есть такая даже пословица, где-то я читал, что это не нужно делать то, в чем нет необходимости. Не нужно. Просто. Просто не нужно. Это бритва кама. Это делаем, это не делаем, это делаем. Если есть в этом необходимость, я это буду делать. И для меня это не составит никаких сложностей. Мне звонит мой сын, допустим, и говорит, пап, а можешь приехать сегодня, там, я закончу в час ночи, забрать меня с работы? Я говорю, да. Для меня это не сложно. И я знаю, что это необходимо. Потому что тебе не надо в 5 утра было вставать. Правильно. А если бы тебе надо было в 5 утра вставать, контекст бы победился. Смотри, я бы сказал так же. Я говорю, нет. И это было бы тоже не сложно. Потому что это было бы мне необходимо. Да. Как тебе, ну, правильно, что угодно. Так можно. Ну, так, выстраивается такая концепция и жизнь. И, в принципе, если с ней... Ты такую татуировку сделаешь? Вот, допустим, Кана Дзегора. У него был один из учителей. И, кстати, скоро, я, кстати, анонсирую, скоро будет большая лекция с Алексеем Горбелем. Мы готовим... Точнее, он готовит лекцию, и мы с ним вчера буквально встречались, по... Идейные соображения Дзегора Кана по... О дзюдо и о када-кан дзюдо. Ну, в контексте его школы када-кан дзюдо. Вот я скажу так, что, допустим, я прочитал, что Кана Дзегора, у него был один учитель, который ему говорил так... Это один из принципов дзюдо, да? Максимальный результат, наименьшее усилие. Ну, хорош. То есть, ничего не... Вот это и он и подходит. Нет смысла что-либо делать, если... Рома, это разные вещи вообще. Почему? Как почему ты одно стянул с другим? Максимальный результат? Да, конечно. То есть, у нас что получается? Новичок, он делает все мышцы, напрягает специалист. Вообще не напрягает. Да, он напрягает только нужные, поэтому не устает. Поэтому вот... Может выдерживать. Да, большую нагрузку. К этому, а ты предлагаешь другое. То есть, то, что нужно, это вот это. Ну, как ты... Да у меня не разделяются точно. Вот я нашел видео, могу показать вам, да? Ну, чтобы все вместе, наверное, одновременно посмотрели. Можно? Ну, давай. А там звук идет или просто видео? Звук есть, да. Давай. Садись, Лёв, ты сиди, а мы будем смотреть. И это, смотрящие, кто смотрит видео, да? На экране пока. Сегодня первый соревновательный день на мировом первенстве. Первой победой, первой поражей. Самбо, яркий заплатывающий вид спорта. Остат... Ну, значит, не нужно. Ну, по-рубкину, ну, как бы... Ну, ничего. А, это финал Ганта Мира. И в итоге она становится второй. Это сложно. Ты показал сейчас, сейчас мы для зрителей, чтобы объяснить. Сейчас мы посмотрели финал чемпионата мира. По самбо. По самбо боролись с девушкой. Женщиной, вот. И, значит, вопрос такой. Кто-то проигрывает, и ты хочешь... В тяжелой борьбе. Тяжелая борьба. Визуально тяжелая. До этого гоняя десятку. Хорошо. Десятку. Значит, теперь вопрос мы ставим. Вот если мы вот... А знаешь, как мне еще хочется вот все-таки понять... Нет, вопрос. Нужно или не нужно? Вот. Я хочу что сказать. Что вот мы можем вот честно говорить? Нет. Вот мы. Вообще человек склонен говорить честно? Или как искренне? Искренность есть такое понятие, да? Вот мы искренне. Если мы искренне... Ты один останешься, если будешь всем правду говорить. Задаем вопрос вот себе искренне. Вот я. Я на примере вот, допустим, я вот та девушка, которая борется. Я задаю себе вопрос сам. А зачем мне? Зачем мне вообще? Мне что? Мне вот выходить. Зачем мне... Подожди. Я должна мучиться сейчас. Гонять там вес, чтобы участвовать в своем. Зачем? Зачем такие напряжения всего тела? Ради чего? Ради чего? Медали? Чести? Славы? На одну секунду меня увидят и завтра забудут и уже забыли, потому что завтра будет новый чемпион. Или я должен каждый год быть чемпионом и всю жизнь. Нет, чемпионом ты уже чемпион. Зачем? Поэтому для меня легко будет чемпионом. Тогда сидеть на попе ровно? А, и нет. И ничего не делать? Нет, нет, нет. Делать то, что... Если это будет нужно, это будет легко. Поэтому я говорю так, что 10 килограмм, если было нужно этой девушке, для нее это легко было сбросить 10 килограмм. Нет, не легко. Ну, это 1000 килограмм, подожди, 1000 килограмм, так тяжело. Она ставится на внутренние органы. Так говорят все физиологи, анатомологи и так далее. Ну, то есть ты хочешь сказать, что для нее на тот момент это было легко? Если она так сделала, да. Визуально нам сложно смотреть? Нам, может быть, казалось, что слово «а ей было легко». Это не пословица любая. Ей было нужно это. Нужно было. Ей было легко. Хорошо, Рома, а в чем тогда ты видишь смысл этой пословицы? Да объясни просто. Так можно любое дело сказать. Тогда и пословицы, в общем, нету, которые ничего не объясняют. Получилось, значит, было нужно. Не получилось, значит, было не нужно. И все. Не, ну как получилось? Если я сижу так и говорю, блин, вот у меня, блин, просто никаких сил нет, ничего. Так это еще я с утра. Каждый день. Каждый день. Не, ну, вы, ну, слава тебе господи. Ну, вы же едете, понимаешь, и я встаю, и я делаю. Значит, это нужно. И это легко тебе дается. Да, и чего это Рома объяснил, да непонятно. Я Олегу, я Олегу позвонил вчера. Я написал, Олег, в баню едешь? Олег такой запавился так. Ну, если я утром встану, значит, я поеду. Я расскажу по-другому. Окей. Все. И я для себя сразу понял, что если бы, если бы, если бы, я плохо сплю, я плохо сцепаю. У меня хер вот тучи мыслей, которые певают. А сегодня утром, у Олега встал утром, и он поехал. Поехал. Он встал, и он поехал. И решил задержаться, чтобы, когда, чтобы не спорить с Ромой, почему я опоздал. Сказал, а вот ответ на пословицу. Ром такой, ой, пошел, да. Олег, скажи, вот честно, искренне скажи. Твой приезд сюда тебе был нужен? Вообще? Да. Да я вас хотел посмотреть, и все. Вот, видишь как, он тебе был нужен. И это легко им удалось. Да, но вопрос нужен, это какой-то настолько растяживый, что... Нет, я вот никак не могу согласиться, честно. Мои эмоции видел? Видел. Легко? Что? Ну, это было легко, как ты считаешь? Ну, нужно. Ну, нужно. Ну, нужно. Все. Вот Рома объяснил. Мои эмоции, если они у тебя выражались вот так. Вот так вот. Олег, в корне пересохло. Ну, подожди. Пойдемте греться. Ну, а для чего он мне нужен? Давай. Давай. Мне медальку принесла. Ну, как бы, денег я на этом не заработал, а наоборот потратил. Потому что я уже свой счет получил. Хорошо, хорошо, да. Вот теперь вопрос такой. Вот глобально рассмотрим сейчас, и потом пойдем память. Вот чуть-чуть, буквально, чуть-чуть с тобой, Лег. Вот по отношению, опять-таки, к конкретно соревновательному вот этому процессу. Тебе это нужно? Вот тут? Да. Все. Но нелегко. Что нелегко? Да нифига нелегко. Значит, не нужно. Легко это когда я вот так вот вышел, ну, купил билет на самолет. Это с Олегом Павороны. Нет, это было легко. Не купил, тебе принесли. А, мне принесли билет на самолет. И вам надо будет так, легко, да. Я думаю, что, Леш, я думаю, что вот как раз-таки... Если ты не можешь себе самоправдаться, что это было нужно, тогда они... Подписи, тебе это нужно. Чемпионату мира. Это что, легко, что ли? Тебе это было не нужно, Леша. Не нужно? Не нужно. Леша, Леша, я вижу, что это было тебе не нужно. Уже сегодня, смотря на это все вокруг, я понимаю, что это не нужно. Это не нужно. Было и было. Это было и было. Нет, это... Это не нужно. Но у меня... Нужно? Извини. Сейчас, прям вот... Вот, ребенок. Ты его два года тренируешь, да? И он говорит, а мне не нужно. Что тренер приходил к нему, там, он как бы... У него целый этаж, там, татами. Мне не нужно. Музыка не нужна. Это не нужно, это не нужно, то не нужно. Но тебе 14 лет. Тебе все не нужно. Если сейчас, любому, ребенку, вот так, как ты говоришь, задать вопрос, что тебе нужно? А ему нужно вот это. Вот, это легко. Вот, пускай это будет. Да, Роу. Да. Да? Да. То есть, не надо Достоевского, не надо Толстого. Не надо. Роу, деградант тогда выходит. Не надо. А что, не надо, не надо. А это естественный отбор в сегодняшнем технологическом мире. Если раньше естественный отбор был Тигры, блин... Не надо Библии. Хорошо. Тогда не надо вот это, ну, пускай там пизофилы процветают, и эти кломосеки... Это их проблемы. То есть, где ты... Ром, если рассмотреть как вид, как тебя отдельно, да, а как вид, ты много потеряешь как вид. И даже твоя семья потеряет без этого. Подожди, вот смотри. А ребенок вообще не дееспособен, так ведь? Потому что вот те, которые 18 лет... Потому что его нужно носом... Ром, оказалось, что сейчас у коллеги ребята стали 18-19 лет поступать, сказали, она их очень, как бы, заставляла. А ребенок приходит и говорит, мол, у меня что-то надо английский. Что-то меня мало заставляло. С претензией. Реальной претензией, что как бы мало заставляли что-то делать. Хотя он упирался, как всегда. Ну, вот это, видишь, как бы, перекладывание ответственности. Вы меня заставляли. Нет, а потом... Мало заставляли. Да нет, я не про это. Про уровни я говорю. Опять, мне же нравятся роли, уровни, скажем так. Ну, ложку-то научился держать. И все, ешь ей сам. Нет, нет, с этим-то понятно. Ну, понимаешь, отчет. Нет, с этим понятно. А почему с другим-то непонятно? Почему должно быть все сложно? Нет. Ну, нет. У нас уже цивилизация такая. Нет, мало меня заставляли. А потом будет говорить много заставляли. Ладно. Оставим людей в покое. Льву легко поймать антилопу? Я думаю, что не особо легко. А лучше левица охочится, по-моему. Ну, левица. А левица легко. Льву легко. Давайте на этой позитивной роли. Да, поваримся. Льву вторая часть. Льву легко. Как это, байзер с имплодой, они сидят там, моются. И он говорит, и отец говорит, звоню отцу, пап, что дальше делать? Он говорит, поступай в ВУЗ. И я поступаю в ВУЗ после ВУЗа. Спрашиваю, пап, я отучился, что дальше делать? Сынок, я больше не знаю, что тебе делать.